Саммит «Большой двадцатки» в Индии не был для России успешным. Напротив, федерация на встрече оказалась в изоляции. Об этом заявил президент Франции, подводя итоги двухдневного саммита. Декларация G20 еще раз подтверждает изоляцию России. Подавляющее большинство членов G20 осуждают войну против Украины и ее последствия. «Большая двадцатка» очень четко заявила, что она поддерживает справедливый и устойчивый мир, что противоречит тому, что предлагает Россия. Мы подтвердили на G20, что поддерживаем устав ООН, который в данный момент нарушается Россией. Совместную декларацию лидеры «Большой двадцатки» приняли накануне. Они не осудили Россию за войну против Украины, но призвали все страны не применять силу для захвата территорий. Украина отметила, что разочарована таким содержанием документа. G20 приняла итоговую декларацию. Украина благодарна партнерам, пытавшимся включить в текст сильные формулировки. В то же время в части об агрессии России против Украины группе 20 нечем гордиться. Очевидно, что участие украинской стороны позволило бы участникам лучше понять ситуацию. Принцип «ничего об Украине без Украины» остается ключевым, как никогда. Олег Николенко, спикер Министерства иностранных дел Украины, Фейсбук. Премьер-министр Индии Нарендра Моди попросил лидеров группы 20 провести в ноябре виртуальную встречу, чтобы обсудить прогресс объявленных политических целей. Также Индия передала председательство в блоке Бразилии. Следующий саммит «Большой двадцатки» пройдет в Рио-де-Жанейро. Президент Бразилии уже заявил, что Путина не арестуют в Бразилии, если он посетит саммит в следующем году. Я считаю, что Путин может легко поехать в Бразилию. Могу вам сказать, что если я еще буду бразильским президентом, и он приедет в Бразилию, его ни в коем случае не арестуют. Луис Инасио Лула да Силва, президент Бразилии. В то же время, еще в марте, глава МИД Бразилии заявлял, что Путин может быть арестован, если приедет в Бразилию. Бразилия подписала римский статут, а значит взяла обязательство выдавать всех, на кого Международный уголовный суд выписал ордер на арест. На российского диктатора ордер выписали за военные преступления, связанные с похищением детей из Украины. Елена Швец для телеканала Freedom.